Итак, второй урок Сейчас мы с вами разучим новый удар Для этого нам нужна будет большая мембрана Этот удар называется ки Это удар по центру мембраны Вот этой частью ладони И он глухой То есть вы вот так ударяете И оставляете ладонь на мембране Этот удар называется ки Ки Каждый бьет по-своему Я предпочитаю бить вот этой частью То есть не всей ладонью, а как-то То есть если я посмотрю со стороны Смотрите, это вот так вот выглядит Почему? Потому что так получается более четко То есть вот так вот ки Это глухой удар, но в то же самое время Он должен быть четким и он должен быть слышным То есть этот удар, он не просто где-то пропадает Этот удар, он создает определенное Также определенное чувство ритма поддерживания Поэтому вот удар должен быть четким Итак, новый удар Чтобы это отрепетировать Чтобы оно все вместе у нас легло Такой новый рисунок будет Еще раз покажу Я хочу сказать одну вещь Все то, что я вам показываю сейчас Это все будет реально использоваться в киртоне То есть это не что-то отвлеченное Из этих маленьких кусочков будут потом состоять те ритмы, которые вы будете использовать Поэтому не пренебрегайте всем тем, о чем я вам сейчас говорю То есть играйте это, набивайте себе руки, приводите свое тело к автоматизму в игре Потом все это понадобится и сыграет вам очень хорошую службу И так тоже посидите и тоже поиграйте до полной уверенности вот этого кусочка Потом перейдете дальше Еще раз покажу его Ти-на-ти-на Ти-на-ти-на Хорошо Теперь следующий удар Этот удар, новый удар называется НИ Это двойной удар То есть две руки играют одновременно Правая рука играет открытый удар То есть «НА» А левая рука играет закрытый удар КИ И они играют одновременно То есть получается вот такой удар Этот удар называется НИ И вместе с этим ударом новый небольшой рисунок Для практики и который в будущем будет использоваться в киркере НА НИ ТИ ВОЛНИИ 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 Очень важный кусок. Очень важны вот эти три удара вместе взятые. Поэтому играйте до тех пор, пока не почувствуете уверенности. Как я говорил уже, уверенность – это значит, что вы можете играть и в это же самое время заниматься в своем сознании другими вещами. Вот пока не достигли такой уверенности, я не рекомендую переходить дальше по одной простой причине. Не усвоив начальные правила и взявшись за следующий какой-то урок, вы можете просто потерпеть фиаско. Поэтому, дабы не запутываться и дабы не потерять интерес к обучению, лучше изначальный шаг поставить четко, изначальный урок отрепетировать достаточно хорошо, чтобы при усложнении задания вы не спотыкались о какие-то предыдущие недоработки. Хорошо? И еще один кусочек. Он фактически то же самое, только удары меняются на противоположное. Если мы начинали вот так вот – на, ти, 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 ни, на. То есть начинаем с закрытого – ти, ни, на. Открытый. Ти, 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 ти. Ти, 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 ти. Ти не грампу, я не грампу, я не грампу. То есть продолжаете вот так вот играть. На этом второй урок закончен. Добейтесь совершенства и переходите к третьему.